Всем огромный привет! Сегодня я хочу снять такое небольшое видео, которое называется Чего мне стоила поездка в Леонардо? Я сегодня съездила в Леонардо, мне нужно было по плану купить три вещи. Во-первых, это две рамы. Во-вторых, это иголочки для того, чтобы делать шарики в стиле артишок. Такие, как делает Лена Цвет. Просто суперские шарики. Если вы вдруг не видели, я вам очень рекомендую сходить на ее канал и посмотреть, как это все делается. Делается просто, но при этом настолько красиво и настолько празднично, что, мне кажется, попробовать должен каждый. И еще третьим пунктом плана у меня была пластмассовая коробочка. Так как мне хотелось еще купить одну коробочку под свое мулине. Мне не хватает трех коробок для хранения своих бобинок. С мулине от DMC. Я только эти мулине перематываю на бобинки и оставлю в такое хранение. И мне хотелось купить дополнительную коробочку. Ну, давайте посмотрим, с чем я все-таки вернулась домой. И заодно я вам расскажу, сколько что стоило. Может быть, это кому-то будет интересно. Значит, первым делом я, конечно, купила вот эти булавки, которые Леночка советует. Здесь такая хорошая коробочка. Сколько здесь грамм? Тысячу штук. Боже мой, тысячу штук. Я посчитала, что вдруг мне тысячу штук не хватит. Я, конечно же, купила вторую коробочку. То есть, две тысячи булавок. И мне кажется, я на всю жизнь обеспечена этими гвоздиками. Сейчас я вам скажу, сколько они стоят. Ну, нужно сказать, что у Леонардо у меня хорошая скидка. Я уже так напокупалась в нем, что моя скидка по моей карточке составляет 8%. Мне кажется, максимальная там 10, но заработать ее еще надо покупать и покупать. Так вот, вот эти иглы. Мне кажется, в магазине они стоили что-то около 150 рублей, может быть, чуть побольше. С моей скидкой у меня получилась коробочка за 139. Ну, я буду округлять копейки в сторону рублей. За 139 рублей вот такие иголочки. Далее по плану у меня шли рамочки. Нужно сказать, что я специально поехала именно ради рамочек. Так как я закончила своего хомяка, об этом снимаю видео. И покажу, как я оформлю. Вот такая рамочка у меня прикупилась. Правда, это пластиковая рамочка. Это не деревянная рамочка. Она достаточно дорогая. Рамка 21х30, как вы видите, с оргстеклом. И мне она встала в 485 рублей. Но в любом случае, я думаю, что оформить 485 рублей, это как ни крути, все равно будет дешевле, чем отнести вышивку в багетную мастерскую. Мне кажется, что пусть она так пока повисит в этой рамочке. Если мне уже захочется чего-то новенького, тогда я уже буду смотреть. И вот такую рамку я купила. Она, конечно, очень большая. Она совершенно без всякого стекла. Это просто деревянная рама. Она каких размеров? Так, по-умному это называется каркас без стекла. 30х40. И это деревянный цвет натуральное дерево. Я, честно говоря, была счастлива найти эту раму. Она была в единственном числе вот в том Леонардо, куда я заехала. Мне эта рама нужна для оформления своих Дедов Морозов, о которых я тоже снимаю сейчас параллельно видео. И расскажу поподробнее в нем, что да как. И эта рамочка сейчас найду в чеке. Встала мне в 224 рубля. В принципе, можно было и уходить. Ах, нет, еще нужна была пластиковая коробка. Я подошла к пластиковым коробкам, но там просто какие-то заоблачные цены. То есть коробка, которая более-менее мне бы подошла, потому что там вот таких стандартных коробок не было. Но приближенная к ним была коробочка, которая стоила, по-моему, не то 500, не то 600 рублей. То есть, ну вот за пластик и за коробку такие бешеные деньги я как-то еще не готова отдавать. Я подумала, что надо посмотреть, надо подумать. Может мне вообще сообразить что-то. Пересмотреть, может быть, видео Алены Эс, где она делает комодик для своих ниток. Или еще что-то придумать. Короче, я решила справляться своими силами и в этом вопросе. Но все бы ничего. Но я же не могу просто вот по списку пройти по Леонардо и уйти. Сейчас покажу все, чего мне не нужно было покупать. У меня это не было в планах. Но я это купила. Мне показалось это очень нужными вещами. Во-первых, две тканюшки. Тканюшки новогоднего дизайна. Называются Christmas Traditions. Традиции Рождества. Это как раз вот на те шарики, для которых нужны иголочки. Тканюшки тоже безумно дорогие. Я просто поражаюсь, как ткани растут в цене. Они растут, по-моему, какими-то семимильными шагами. Значит, вот одна ткань. Вот этот отрезочек. Он, кстати, совершенно небольшой. 50 на 55 сантиметров. В Леонардо мне обошелся за 189 рублей. Ну, 88-60. Но мы договорились, что я округляю. Поэтому 189 рублей. Обалдеть! Я, конечно, в шоке от цен на ткани. Но прикупила еще одну вот такую панельку. А мне показалось, что она будет очень удачно смотреться. Вот, правда, не открывала, не смотрела. Воспользуюсь шансом и сделаю это прямо сейчас. Это из... Да, здесь нет никакой коллекции. Просто 45-05. Это уже достаточно большая тканюшка. 60 на метр. 10 сантиметров. И вот мне показалось, что вот с такими вот... Я даже не знаю, как правильно это назвать. Надписями для надписей. Очень хорошо подойдет для блокнотов. Да, ведь можно что-то вырезать. И даже можно что-то написать. Если воспользоваться каким-нибудь... Таким карандашом, да? Несмываемым. Вот написано коллекция. Розис Гаден. Вот, я решила, что куплю и эту ткань, потому что она мне должна пригодиться в моих рукоделках при пошиве, всяких обложечек и тому подобное. Но ткань сейчас я вам скажу. Вот та, которая большая. Вот эта вот. Вот эта вот. Что-то каких-то невероятных денег. А вот, нашла. Стоит 491 рубль. Ну, то есть, с ума сойти. Ткани настолько стали дорогими. И даже я должна сказать, что в иголочке они еще дороже, чем Леонардо. И система скидок у иголочки построена немножко другим образом. Там вынуждены мы покупать каждый месяц для того, чтобы какую-то скидку именно получить и сохранить. Леонардо же эта скидка накапливается, что гораздо удобнее. Поэтому я иголочку обхожу стороной с тканями. Вот Леонардо иногда подкупаюсь. Хотя здесь, мне кажется, даже выгоднее где-то купить и на выставках. Ну, вот как прошлая выставка была очень удачная. Хотя тоже, вы знаете, мне кажется, сейчас особо не разбежишься. Кроме того, поскольку мы делаем все новогодние вещички, я закупила такие ленты. Так, вот елочка вверх ногами. Мне кажется, на елочку и на пряничного человечка будет очень удобно вешать какие-нибудь игрушки. Новогодние игрушки. Тем более, у меня есть такой небольшой замысел, который я думаю. Я пока еще его думаю. Вот, и мне понравилось. Мне кажется, будет очень неплохо. И вот такую ленту, которая всегда пригодится при пошиве сумочек. Для того, чтобы внутри пришить этикеточку. И даже что-то на ней поставить какой-то значок. Мне нравится вот это пустое пространство, где можно несмываемым маркером что-то написать. Или хотя бы какие-нибудь инициалы, или что-нибудь приятное. Значит, что касательно вот этих лент. Это все называется тесьма декоративная гамма с рисунком. Значит, пряничный человек стоил 105 рублей. Елочка 105 рублей. И рукодельница 121 рубль. Ну, 120.50. Вот это вот рукодельница. Так, и что еще? Еще взяла 2 вида канвы. Вернее, вид-то один, но 2 цвета канвы. Это все, понятное дело, канва гамма. Долгое время я стояла над этими тканюшками и решала, нужно ли мне взять или не нужно. Поскольку, с одной стороны, сейчас в новогодних сюжетах, мне как раз кажется, очень хорошо будет вот эти цвета использоваться. Это салатовый, светло-голубой вернее цвет и светло-бирюзовый. Салатовый я не взяла, салатовый я отложила. Мне еще очень нравился цвет какао, такой бледно-бледно-шоколадный цвет. Он прекрасно сочетался вот с голубым. Я, конечно, была в восторге, но и не совсем понимала, для чего мне... То есть, не было у меня в голове точного образа, как это все будет выглядеть, куда это я пристрою. Поэтому для новогодних игрушек взяла вот только такие. У меня как раз не было светлого цвета окрашенные канвы. Решила все-таки взять, хотя не всегда удобно именно брать аиду, а лучше, конечно, равномерку. Но, мне кажется, гамма что-то с равномеркой не спешит. Я еще не видела гаммовскую равномерку, кроме линды. И то она всегда одного цвета, белая. Значит, сколько эта тканюшка мне стоила? Это канва. Стоила 74,36. Ну, 75 рублей, грубо говоря. Я взяла специально маленькие отрезочки. Это 30 на 40, потому что мне нужно было только для елочных игрушек. И самая последняя покупка, возможно, самая основная для меня, которую я ходила, кругами я ходила вокруг этого набора. Это набор. Это набор от панны. Я то клала его в корзину, то вынимала. Потом подошла, посмотрела, сколько он стоит. Потом сравнила, сколько это все в стоимости с наборами Адименшенс. Обливала слюной и капала на пол. Ну, в общем, претерпевала какие-то муки выбора. Но в итоге все-таки положила в корзину и решила, дейка, я себе все равно побалую. Ну, если я себя не побалую, кто меня еще побалует? И я купила вот этот набор. Набор... Сейчас я попробую поставить так, чтобы не отвечивала. Набор называется «Новогоднее счастье». Дизайнер Наталья Младецкая. Здесь елка. Ну, характерная для нее абсолютно елка. Вот в такой арке. Внизу подарки, внизу паровозик. Не знаю, как сделать так, чтобы не отвечивала. Сейчас вообще такие дни настали. Дней нет, абсолютно. Значит, утро начинается с вечера и заканчивается ночью. Не знаешь, как и снять. Может быть, вот поближе. Все бы ничего. Глядя как бы на сам дизайн, я могу отойти от дизайна. Ну, когда я переворачиваю и начинаю смотреть, что в этом наборе, то держите меня семеро. Во-первых, здесь есть и три вида бисера. Сейчас попробуем вот так вот потрясти, чтобы бисер туда пили. Так, что я мучаюсь? Я все равно все наборы смотрю. Ну, раз я смотрю, давайте я вам покажу. Так, его упаковывали в 2014 году, летом. Вот такая елочка. Супер елочка. Так, это пошла схема. Канва здесь мелкая, 18-го каунта, небольшая. В принципе, дизайн, как они пишут, должен получиться 14 на 22. И как мне уже сказали, что они пишут, это с учетом оформления. Ну, мне это вообще как-то совершенно странно слышать и читать. Ну, ладно, не суть. Давайте посмотрим, что внутри. Три вида бисера. Очень новогодный бисер. Золотой. Зеленый очень яркий. И красный очень яркий. Вкусные цвета. Очень вкусные цвета. И вот цвета, которыми отшивается сам дизайн. Боже мой, здесь три металлика. Вот я сейчас смотрю. Вот этот мадженто, такой цвет. Металлик. Синий металлик. И вот здесь на дополнительной плашечке. Еще и бирюзовый металлик. Короче, когда я переворачиваю набор и вижу, что в него входит, какие нитки. Вот цветовое сочетание ниток, наполнение его бисером. Вот тут я удержаться не могу. Тут я, конечно, его покупаю. И давайте я посмотрю в чеке, сколько этот набор мне стоил. Набор для вышивания пана «Новогоднее счастье». Мне обошелся в 630 рублей. Вот так вот сходила я в Леонардо. В итоге я заплатила почти 3963 рубля. 2963 рубля. Вот, что мне стоило один раз ходить в Леонардо. Всем, кому было интересно, я желаю почаще ходить в Леонардо. Ну, во всяком случае, это, конечно, я смеюсь. Но во всяком случае, вы, наверное, можете сравнить со своими ценами в идентичных магазинах. Может быть, Леонардо в других городах цены немножко другие. Мне сложно сказать. Но я была рада, если вы с интересом провели время со мной. Желаю всем прекрасного рукодельно-вышивального настроения. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok